В ноябре во всех образовательных учреждениях округа проходят мероприятия, посвященные здоровому образу жизни. Ученики 256-й школы накануне приняли участие в викторине «Счастливый случай». Семиклассники показали свои знания в области здоровья и спорта, проявили смекалку и эрудицию. В ноябре традиционно во всех образовательных учреждениях округа проходит декада, посвященная здоровому образу жизни. Для детей готовят разнообразные программы, викторины, круглые столы и конкурсы рисунков. В современном мире модно и престижно быть здоровым, сильным и активным. И всех детей с 1 по 11 классы 256-й школы вовлекают в интересную и насыщенную программу. Для 7-х классов, например, приготовили командную игру «Счастливый случай», где ребятам предстояло показать свои знания о здоровье. У нас сейчас проходит декады здорового образа жизни. Буквально вчера у нас были вредные привычки или здоровье для 5-6 классов. Сегодня мы решили немножко усложнить ситуацию для 7-8 классов и провели счастливый случай. Не задавались вопросы о здоровье, вспоминали мы пословицы, поговорки, придумывали, конечно, новый вид спорта. В мероприятии участвовали 3 седьмых класса, представители которых образовали 3 команды. Обязательным условием участия было название и девиз. Некоторые команды выделялись красочной эмблемой и единым стилем одежды. Тематика для всех одна – здоровье. Наша команда, флешка, наш девиз. Если мозг нам выдал глюк, флешка – вот наш лучший друг. Наша команда, витамины, наш девиз. Чтобы здоровье сохранить, витамины надо пить. Хочешь быть всегда веселым, бодро бегать утром в школу, на уроки не сливать, очень важно для здоровья витамины принимать. Конкурсная программа проводилась в 4 гейма или этапа. С каждым участники справлялись кто как мог. Каждый правильный ответ оценивался в один балл. Первым этапом викторины стала разминка. Ведущая задала по 3 вопроса, в обсуждении которых приняла участие вся команда. Задания касались закаливания и здорового питания. Во время второго этапа ребятам предстояло объяснить своими словами, как они понимают ту или иную пословицу. Комплект номер 3. Пословица «Здоровье, дорогие, девички». Я понимаю эту пословицу, что здоровье – это самое дорогое в жизни, и вам нельзя купить за деньги. Следующее задание дали члены жюри. Ребятам предложили придумать новый вид спорта, а также объяснить правила игры в него. Свои фантазийные варианты предлагали не только участники, но и юные зрители. Все команды получили за участие в викторине грамоты. Ребята, занявшие первое место, поделились своими впечатлениями и эмоциями, рассказали, как они готовились и что подчеркнули для себя. Как искали, кто предложил. Предложил. Как всегда, искали в интернете. Да, задание было. Было очень трудным, но мы с ним справились легко. В конце было эти 14 вопросов, это очень трудно. Особенно надо знать биологию. Что надо заниматься спортом, не лениться. Что нужно закаляться каждый день. Постепенно. Да, постепенно. И здорово питаться. На протяжении всего месяца дети принимают участие в конкурсе рисунков. Я за здоровый образ жизни или здоровье и спорт. Ученики с 1 по 11 классы украсили своими работами актовый зал и малый блок школы. Победителей в каждой параллели еще предстоит определить. Заместитель по воспитательной работе Елена Верхотурова рассказала также, что еще проходит в школе в период декады. У нас проходят веселые старты. Еще у нас проходит акция со старшеклассниками, совет старшеклассников. Проходит викторийная азбука за здоровый образ жизни. Это для начальных классов. Поэтому все силы у нас сейчас, борьба. Вообще мы в течение года это все проводим. И рассказываем, что здоровье, конечно, это прежде всего. И помимо здоровья еще и дружба. Я сегодня говорила, сплоченность коллектива. Продолжение следует...